По-молдавски здрасьте! Буна зива! Буна зива! Урок! Урок! Вячеслав Яновский, вы являетесь заслуженным мастером спорта СССР, единственным олимпийским чемпионом по боксу 1988 года в Сеуле. И, как оказалось потом, это вы последним являлись советским чемпионом олимпиады по боксу. Сегодня хотел бы поговорить с вами о бое Бивол Рамирес. Как в целом вам этот бой понравился или нет? Я бы сказал так, сверх того, что он понравился. Сверх. Почему? Потому что Дима показал ту советскую школу бокса, которую на сегодняшний день мы не можем еще достичь. Та советская школа бокса. Он показал всему миру, что такое ноги, что такое тактика и как ее использовать. Понравился в целом бой или, может быть, какие-то были минусы? Может, что-то вам не понравилось в бою? Ну что вы. Бой был показательный настолько, что как бы сейчас сидеть, писать конспект об этом бое. Почему? Потому что грамотная позиция и тактико-техническое мастерство было сделано именно под этого парня, под этого мексиканского боксера. Мы все видели и все знаем мексиканских боксеров, которые в средней дистанции никому ничего не дают никогда дышать. И если можно так сказать, они уничтожают всех в средней дистанции, потому что они любят подраться, они любят пропустить и тут же отомстить. Дмитрий сделал, ну, классику показал. Классика, знаете, это вот я для себя всегда его выписываю в счет балета. Вот тактически все сделал грамотно. А как вам бокс Рамиреса? Что показал Рамирес или чего не показал Рамирес? Рамирес ничего не мог сделать с ним, потому что, я же еще раз повторяю, Дима весь бой поставил только на тактике ведения поединка с ногами. Показывая ему, что Дима атакует левой рукой и якобы хочет войти в среднюю дистанцию, вызывая Рамиреса на себя, делает шаг назад и тут же контратакует. Вы же вот, если вы просматривали бой, Геннадий Михайлович там говорит, давай, давай, вот это только ноги, только ноги. И это было все, это понятно это, понимаете? И в первых раундах, когда Рамирес пытался что-то сделать, спровоцировать, он тут же получал жесточайший удар правый сбоку и больше он ничего не хотел делать. Он левую руку никогда не опускал, она у него была привязана здесь, потому что он пропустил два таких мощнейших удара, которые потрясли его и он уже больше ничего не мог сделать за все 12 раундов. Вот вы говорите, Бивол попадал в хороший удар, а почему не было, скажем, развития атаки, почему он не обострял еще больше, чтобы, скажем, может потрясить? А зачем? А зачем? Вот есть, чем отличается профессиональный боксер? Поставлена задача не нокаутировать, а обыграть. Все. Если бы вот Рамирес, как бы сказать, поплыл бы во втором раунде, то он бы добил Дима. А так он сделал все на высшем уровне, шикарно. Вам не понравился бой? Вам захотелось больше зрелища? Я получил удовольствие от работы. Той работы классической, которую надо показывать боксерам, как надо боксировать. Да? Сто процентов. Мне понравился, в принципе, бой. Шикарнейший бой. Шикарнейший. Вы видели тех мексиканцев, которых показывали там? Те, которые приехали болеть за него. И что они сидели? Они после четвертого раунда все опустили головы и понимали, что просто над их парнем просто издеваются. Понимаете? И показывают, что такое советская школа бокса. Очень обсуждаемый вопрос сейчас в интернете. Все ждут потенциальный бой Бивол Бетербиев за абсолютного чемпиона. Что скажете вы насчет этого? Я скажу, если этот бой состоится, этот бой будет бой века. Почему? Потому что два достойнейших боксера советских, российских боксеров, которые выйдут в ринг, которые выйдут в ринг осуществлять победу. Один боксер таранного типа, Ветербиев Артур, он шикарнейший боксер. Дима прелестный боксер. И вот как вот это все произойдет, это я даже не буду предсказывать, как могут они в 12 раундах будет. Но это будет бой века, наверное, скорее всего, если это произойдет. Шансы 50 на 50 или, может быть, есть больше фаворитов? Здесь я не могу никаких делать предсказаний. У меня друзья спрашивали, как вот этот бой пройдет. Я говорю, покажет, конечно, ринг. Я не светила в боксе. Я просто могу констатировать то, что было. И сейчас я говорю о Диме, что бой произошел наивысшим, лучшим результатом, который можно. Ни одного удара не пропустил. Сделал грамотно все то, что было вынесено тренерским советом. То, что он произвел этого в ринге, это как картинка. А как будет с Ветербиевым, это очень тяжело. Тяжело предсказать. Я хочу сказать, я даю 50 на 50, потому что я знаю, как хорошо Диму, так хорошо знаю Артура. И я вам скажу, как это произойдет. Это будет феноменально. Даже могут судьи отдать все 12 раундов в ничью. На этом, я думаю, мы закончим. Короткий такой. Спасибо вам за время. Удачи вам. Хорошего дня. Пока. 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 Продолжение следует...